В официальном и торжественном зале Дома Республики редко случается увидеть настолько тёплый приём. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане Анастасия Седова и её родители, кажется, немного смущены таким вниманием и заботой. Благодарность от всех жителей Республики. Для нас это очень важно. И здесь всё равно вам спасибо за это. Спасибо. Владимир Волков благодарит спортсменку за то, что она не сломалась под натиском антидопинговых разбирательств. И отмечает, что блестящие выступления наших лыжников, чья чистота не вызывает никаких сомнений, стали лучшим доказательством правоты России. Спортсмены знают нас, бегают с нами. Они прекрасно знают, откуда мы, с какой стороны. Поэтому, я думаю, они ожидали от нас таких результатов. Напомним, что наши спортсмены отправились в Пхёнчхан в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» и выступали под нейтральным флагом. Это, впрочем, не помешало атлетам достойно выступить на соревнованиях и привести награды. Если спортсмен с другой командой ломает палку на дистанции, то есть ему тот же тренер, вне зависимости от того, какой он национальности, из какого государства, он ему тут же дает палку, то есть без всяких проблем. В этом отношении, конечно, спорт не должен быть замешан в политику. И политика, по большому счету, не должна касаться именно спорта. Папа и бессменный тренер Анастасия Николай Евгеньевич Седов на приеме говорит о том, как важен детский спорт. Олимпийцы – это лишь верхняя часть спортивного айсберга. Владимир Волков в этот момент словно нашел единомышленника, который понимает, что 7% регионального бюджета тратить на спорт и физическую культуру – это совсем немного. Как я и обещал, и мы по всем видам спорта, несмотря кто попал под санкции, не попал под санкции, ни мы не уменьшили финансирование. Не уменьшили финансирование. Это также финансирование, ходоки, также школа работает, они тоже получают, что необходимо получать для тренировок. Я думаю, что наступит время, когда все это не сначала, не с нуля нам придется работать, если есть какой-то низкий уровень, а с того уровня, который мы достигли уже. К бронзовой олимпийской медали Анастасии Седовой добавилось новое. На торжественном приеме спортсменки вручили государственную награду Мордовия – орден славы третьей степени. Седовой Анастасии по распоряжению главы республики Мордовия выделены денежные средства на приобретение двухкомнатной квартиры в городе Саранске. За заслуги в развитии спорта и подготовку победителей призеров международных соревнований. Николаю Седову присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Мордовии». Безумно приятно, что замечают, тем самым идет популяризация спорта. И безумно приятно, что уделяется такое должное внимание спортсменам. Юлия Пурнова, Григорий Денисов. Наши новости.